К Красноярскому рынку начала присматриваться крупнейшая немецкая сеть строительных гипермаркетов. Обе сейчас менеджмент компании принимает решение о выходе на наш рынок. Эксперты уверены, что в ближайшее время грядет настоящий передел. Слишком много международных и российских компаний заинтересовались нашим городом. Немецкая сеть специализируется на продаже строительных и отделочных материалов для дома и сада. В каждом гипермаркете формата Do It Yourself, то есть сделай сам, представлено более 50 тысяч товаров. По нашей информации, сейчас в московском отделении подыскивают площадку для строительства магазина в нашем городе. На сайте компании заявляется, что одно из главных направлений ее экспансии – российские регионы. В стране уже открыто 19 гипермаркетов обе. По мнению экспертов, Красноярск заинтересовал немецких бизнесменов, когда стал миллионером. Ведь и зарубежные, и крупные отечественные компании при выходе на рынок в первую очередь оценивают количество жителей и доходы населения. Не знаю, с каким форматом они зайдут, но учитывая то, что Леруа к нам зашел с самым большим форматом магазина, не исключено, что здесь тоже будут такие площади немаленькие. И она более, скажем так, у нее очень хорошо представлен такой сектор, как сад и огород. То есть это такая отличительная особенность, они этому большое внимание уделяют, поэтому это очень интересно. Конкуренция на этом рынке уже довольно острая. После открытия гипермаркета Леруа Мерлен в Солонцах закрылся магазин «Практика». Сейчас бизнесмены занимаются новым проектом, заканчивают строительство мебельного центра «Республика». И уже там откроют строительный гипермаркет под новым брендом «Формула квадратного метра». Некоторые эксперты считают, что места хватит всем. Президент Ассоциации мебельщиков края Юрий Макаренков говорит, что емкость только мебельного рынка оценивается в 2 миллиарда рублей в месяц. Тем не менее, крупные операторы, крупные поставщики и в эти сети, и в том числе и наши поставщики, это одни и те же компании. В этой непростой борьбе, которая будет, чтобы сохранить мебельный рынок местного производства нашего региона, ну вот, принимаем вот такие усилия. Это ценовая политика, скажем, более интересная. Бизнесмены, скорее всего, надеются на быстрорастущий рынок недвижимости, говорит директор инвестиционной компании Валентин Богомолов. Однако, по его мнению, такими темпами жилье в городе строить не будут. И тут есть большие риски для предпринимателей. Возможно, что другие игроки, посмотрев, как удачно запустилась здесь Кировая Мерлен, решили это повторить. Но, на мой взгляд, повторюсь, рынок они переоценивают, и необходимости в новых таких крупных центрах у нас в городе сейчас нет. Безусловно, это на руку потребителям, потому что будут ценовые войны, будет ассортиментное соперничество. То есть, потребители получат больше новых товаров по более привлекательным ценам. Еще один нюанс. Иногда компании заходят в регионы даже не столько для того, чтобы существенно заработать, а чтобы не дать получить максимальную прибыль своим конкурентам. Краснодарские предприниматели уверены, что стабильности в ближайшее время ждать не стоит. Изменения будут происходить как минимум еще полгода. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне мой номер телефона 2-92-91-14. Предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontovo.ru. Елена Брасова, Андрей Горов, Афонтово. Новости.